Успех Хабиба, это вот как сказать, как на языке ребят, это пахарь, человек, который делает трудяга. Трудяга, да. По поводу проекта «Битва за хайп». Профессионала сравнить с человеком, который не занимался спортом, можно только на улице. Пожалуй, для съемки этого автомобиля мы нашли идеальное место. Признавая всю нелепость этой машины, я продолжаю искренне любить его и вспоминать с ностальгией. Когда-то, несколько лет назад, у меня была такая машина, поэтому все ее больные места и особенности эксплуатации я знаю не понаслышке. Сегодня я расскажу вам о них, причем не в первый раз. Такую машину я снимаю третий раз у себя на канале. Но сегодняшний выпуск будет отличаться. Основой его будет интервью с человеком, который профессионально организовывает бои. В нашей стране, а также за границей. Я расскажу вам об одной из его машин, Hammer H2 2004 года выпуска, который он купил полгода назад за 950 тысяч рублей и вложил в него еще практически столько же. А он же нам расскажет о том, как реально сейчас обстоят дела в спорте. И, например, свое отношение к одному из самых популярных сейчас на YouTube проектов «Битва за хайп». Машина приехала с автовоза. Вот просто завел ее. Смотрю салон. Светлого такого цвета. Светлый серый? Да, пока доехал, тут нет же заводской люфт на руле. Да, да, да. Право по трассе-то не можешь его поймать. Ни хрена, я думаю, что происходит. Еще кто-то включил блокировку, когда грузил, и машина на месте буксовала. Я сутки ездил, чуть с ума не сошел. Думал, нахрен надо. Что ж я себе взял-то, да? Да, я думаю, надо продать. Потом я заехал на сервис, когда меняли тормоза, мне говорят, у тебя блокиратор включен. Ну, выключили. Он начал разворачиваться, ехать хотя бы, потому что мне расход 60 показывал. Он начал разворачиваться, уже стало полегче ездить, мягко. Начали его делать, 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 делать. Когда он уже выехал, ну, машины влюбились. В итоге машину не продаем, машина очень понравилась. Ожидание того, чего мы хотели получить от Хаммера, мы получили. Ну, внешне Хаммер подходит всем спортсменам. Расскажи, как ты со спортом связан? Я занимаюсь организацией профессиональных боев по всему миру. У нас промоутерская компания, занимаемся рынком Европы. Так как в России, к сожалению, спорт утихает. Скажи, что это такое? Я просто совсем не из той жизни. Это что? Это бои без правил или это бои за деньги? То есть как это работает? Профессиональные бои – это коммерческая организация. Это шоу, то есть, вот, прости, что прерываю, но просто, чтобы зрителям было понятно. Это шоу. Люди бьются за то, чтобы посмотреть на это. Приходят кто-то вот такие, как мы, не профессионалы, не спортсмены. Чтобы посмотреть, они платят за это, правильно? Да, люди покупают билеты. Также приходят люди, которые разбираются в большинстве случаев. И люди, которым интересно шоу. Это зрелищное мероприятие. Человек, который один раз попал на бои, он будет ходить стабильно, потому что это очень интересно. Мы организовываем бои, такие как кикбоксинга-1, бокс и ММА. Итак, перед нами американская машина с 6-литровым двигателем под капотом, которая была введена в Россию, поддержанной неофициально. В 2008 году эти машины пережили рестайлинг. Двигатель под капотом стал объемом 6,2 литра. И самое приятное для владельцев изменение было в коробке автомат. Наконец-таки устаревшие четыре ступени поменяли на 6 ступку. Смотри, человек встал, просто пропускать. Игра, главное, я же говорю. Типа, поезжай уже на своем камере. Ну ладно, спасибо большое. По коробке у тебя прямо перед твоей покупкой, насколько я знаю, в сервисе, где продавалась машина, делали коробку, да? Да. Ты видел, мы отъезжали, вот извини, важно, пятно масла было под машиной. Да. Это чего вообще? Это с коробки. С коробки? Это с коробки, да, уже третий раз пытаемся сделать, но пока... Все они сделали и хреново, да? Они сделали и хреново, сказали, что все отлично, машина, коробка на гарантии, все отлично, там надо болтик подтянуть. Подтянули болтик, машина приехала на автовозе, и вот до сих пор с болтик этой капает. Сказали, мы сделали все отлично, у нас есть документы, это Chevy Plus, там делали коробку. Но вот, как видите, прошло больше полгода, до сих пор все в таком же ритме. В 2010 году последние камеры H2 вышли с конвейера. Проект был признан финансово нецелесообразным, после чего некие китайские компании пытались его возобновить, пытались купить бренд Hammer, но в итоге до дела так и не дошло. И по сей день более ни одного Hammer не было произведено. Поэтому все, что нам остается фанатам Hammer, покупать такие машины подержанными. И мои внимательные зрители заметили, что Infiniti-то поменялась. И даже со сменой автомобиля я снова поставила себе каркасные шторки SK. И так делают многие люди, не только я, потому что попробовав их однажды, поиспользовав, понимаешь, что это просто очень удобно. В особенности в моем формате эксплуатации вот этого автомобиля. Это семейная тачка. Зачастую мы выезжаем на выходные на дачу. Сзади у меня ездят двое детей. Пока я поставила шторки только вперед, а весной именно для деток, для защиты от солнца, для защиты от насекомых. Я обязательно поставлю их и на задние стекла тоже. Эско это очень качественный продукт. Обратите внимание, как идеально шторки сидят в оконном проеме. Также их ткань приятная на ощупь, и она отлично защищает вас от внешних взглядов. Не всегда же хочется, чтобы вас кто-то рассматривал. Не ведитесь на дешевые аналоги шторок Эско. Качество будет совершенно другим. Здесь же качество доказано временем и огромным количеством покупателей. Ну плюс гарантия 3 года. А если шторка вам по какой-то причине мешает или надоела, демонтировали ее за одну секунду и точно так же легко поставили обратно. И, кстати, в отношении претензий полицейских каркасные шторки не запрещены законом. А кто там как беспределит, это уже их личное дело. Ваша задача отстаивать свои права. Оставлю вам ссылочку в описании, это точно будет полезно. Сколько может получать спортсмен за это? От? От? Да, да. Ну, самый минимум это 1200 долларов. За бой. Да. Дальше уже зависит от спортсмена. Допустим, чаще мы бьемся в Китае. В Китае, как бы ты ни был известен в мире, если тебя в Китае не знают, тебе не заплатят много денег. Соответственно, нужно показать себя с хорошей стороны, и ты можешь зарабатывать хорошие деньги. Изначально много никто не заплатит. Если тебя узнают как спортсмена, ты нравишься публике, то, конечно же, гонорар растет с каждым боем. А какой жизненный цикл спортсмена во всей этой истории? Ну, то есть, вот он приходит, они же не могут вечно биться. Это же все-таки, как я понимаю, травматичный, травмоопасный спорт. Вот приходят спортсмены, да, как долго они обычно у тебя работают? Ну, роль спортсмена, если честно, тяжела. Жизнь бойца, это... Утром встает, далее что? Утренняя тренировка. После тренировки отдых, прием пищи. В обед спортсмен отдыхает. Также вечерняя тренировка, отдых, прием пищи. И так это до выступления. Боец провел бой, месяц отдыха и все по новой. Если в среднем, в среднем, боец должен драться 4-5 раз в год. В год так мало? 4-5 раз. Подожди, а как это возможно, если ему платят там 1200, допустим, 2000 за бой? Это минимум. Это начинающий боец. Он еще себя не заявил. То есть хороший боец может десятку, например, зарабатывать, да? Вот хороший боец может зарабатывать 50, 100, 150 тысяч долларов. За бой. Как ты себя заявишь? Я поняла. Соответственно, как ты себя покажешь, столько тебе будут платить? То есть, говорю, ты победил, дальше у тебя будут деньги больше, больше, больше. Да, помимо гонорара у тебя же есть спонсоры. Ты получаешь деньги от спонсоров, с рекламы. Смотри, вот человек-спортсмен, он живет в таком жесточайшем графике весь год. Далее у него вот этот вот месяц отпуска. Как вообще люди выдерживают? Ведь столько соблазнов. У него есть деньги. Если он успешен, деньги большие. Тут же к нему какие-то девочки, тут же там возможности, дискотеки, алкоголь. Как спортсмены выдерживают это? Просто сила воли или они не выдерживают? Вопрос, кстати, о наболевшем. Есть два спортсмена, которые сейчас у всех на слуху. Это Хабиб, который не идет на искушение. Он делает свое дело, делает это правильно. Он идет прямо. И он добивается. Есть также Конор Макгрегор, который, в принципе, пошел на искушение. Алкоголь, отдых, неправильная подготовка к бою и проигрыш. Это вот наглядный пример. То же самое с большинством спортсменов, которые достигают какого-то результата. Им в один прекрасный момент кажется, что они всю жизнь там были. И все сделал он сам. Никто ему не помог, никто его не направил. Потом человек сбивается с пути. Успех Хабиба в том, что он талантливый или просто гиперорганизованный, или и то и бессильный, от природы очень. Знаете, как я скажу. Или все вместе. Успех Хабиба, это вот как сказать, как на языке ребят, это пахарь, человек, который делает. Трудяга. Трудяга, да. Человек-режимник. Режим, самый главный режим в любом деле, тем более в спорте. Человек, который соблюдает режим, он достигнет очень многого. Хабиба есть цель. До определенного возраста побиться, завоевать много наград, сделать себе имя, которое он уже сделал. И дальше заниматься своим делом. Но всю жизнь же не будет он выступать. Бойцы, которые у тебя в команде, сходят вот с этого вектора правильного поведения, правильной спортивной жизни. И ты видишь, что они теряют вот эту спортивную форму. Что с ними происходит? Допустим, вот приведу пример. Мы предлагаем бой. Много спортсменов выбирают себе соперника. Так нельзя делать. Раза два спортсмен откажется. Мы стараемся. Это вот просто за отказ от боя. Мы стараемся с ним заканчивать работу, потому что дальше он не пойдет. Человек должен выкладываться. В реальности, что дальше происходит в их жизни, когда они выпадают из обоймы? Ведь мало кто из них имеет профессию, умеет что-либо делать иное. Честно сказать, спорт в некоторых ситуациях неблагодарная вещь. Жестокий, я прекрасно знаю. Человек делает только то, что тренируется. Он особо не учится. Он не занимается другим делом. И вдруг ты получаешь какую-то травму, то все. Ты потом себя очень тяжело в жизни находишь. Травму или не находится человек, который будет тебя продвигать, потому что самому это сложно сделать. Кто уходит в тренерство? И, кстати, если человек подходит грамотно к делу, то он воспитывает много достойных ребят. Ну, а некоторые, половина, я бы сказал, скитаются. Кто-то пытается показать пальцем на людей, из-за которых он не смог достичь чего-то. Кстати, они производились и в России. Всеволожеские автомобили отличаются тем, что они якобы немного полегче. Именно поэтому не 3,5 тонны, а немного меньше позволяют делать машину категорией B. То есть вам совершенно не нужно в таком случае получать в правах, открывать в правах категорию C. Дорогие мои зрители, и не забывайте, что я всегда могу вам сделать прекрасное предложение по страхованию. Причем не только Хаммера, но и любого другого автомобиля. И не только автомобиля, но и всего чего угодно. А заниматься вашими страховыми вопросами буду лично я, если вдруг у вас что-то случится. Скажите, тебе пришлось категорию C в правах открывать, да? У тебя же американская машина. Да, если честно, за категорию я узнал, когда купил. Я не знал вообще. Да, но у меня категория была. Сейчас в интернете в отношении боев есть очень популярный проект «Битва за хайп». И мы с тобой совершенно случайно о нем заговорили за кадром. И мне интересно очень, чтобы ты рассказал свое мнение для всех людей. По поводу проекта «Битва за хайп». В принципе, изначально он был интересен, и сейчас он интересен. Но есть моменты, которые я не понимаю. Я не понимаю весовую категорию. Бои в большинстве случаев профессионал против обычного человека. Слушай, а как вообще может обычный человек противостоять профессионалу? Большой случай. Я честно скажу, я вообще не из той жизни. Я не смотрю этот проект. И я вот сейчас от вас, когда вы с Женей оператором разговаривали, я вообще узнала о его существовании. Я видела, безусловно, проскакивала в интернете, но не кликала я вообще ни разу в жизни. Поэтому мне очень интересно сейчас вот ваша, твоя профессиональная оценка в первую очередь. Знаете, как скажу? Вот профессионала сравнить с человеком, который не занимался спортом, можно только на улице. Потому что 50 на 50 человек, который не занимался спортом, но как-то у него были ситуации передряги на улице, он может победить. Потому что человек, который выступает всегда на ринге, он чувствует ринг и на улице. Он многого не сделает. И делать бой между профессионалом и уличным – это интересно. Это интересно, знаете, как? Один, два, три раза. Ну, если делать, то всегда, в принципе, в большинстве случаев ребята проигрывают, которые приходят с улицы. Ну, то есть это интересно, как шоу, но это шоу жесткое. Вот я пытаюсь понять, вот что… Это интересно, как шоу на первых порах. Ну, сейчас я, ну… Это очень интересно, как шоу, когда обычный человек спортсмена побеждает на морально-волевых. И вот это реально захватывает дух. И я никогда не смотрел бои, мне вот вообще по барабану было. А когда приходят условные парикмахеры из Белоруссии и на равных дерется с профессиональным бойцом, это прям реально восторг. Это восторг, но это один из десяти. Ты понимаешь, профессиональный… Подождите, подождите, вот сейчас к нашей беседе, извините, вклинюсь. И может быть, кстати, люди в комментариях тоже напишут свои мнения. Суть твоей претензии, Илья, в том, что ты считаешь, что это просто опасно, и что если это все не постановочная история, а мы берем… Это не постановочная. Совершенно случайно может кто-то получить в табло так, что станет инвалидом. Да, только из-за опасности, потому что там никто никого не заставляет. Человек изделяет желание, он выступает. Я, честно сказать, я очень надеюсь, что шоу Амирана перерастет в профессиональную деятельность, именно в профессиональную организацию боев на уровне. Слушай, не интересно смотреть профессионалов. Ну, как тебе сказать? Тут понимаешь, в чем суть. Это и не будет интересно, потому что организация профессиональных боев, как ты занимаешься, или кто-либо другой, занимается кучей народу. А тут прикол этого шоу в том, что приходит, вот просто, как Женька сказал, парень из Белоруссии парикмахер, и дерется просто в кровь с профессионалом. Но весь этот азарт закончится тогда, когда, не дай бог, что-то случится. Бои вообще не про безопасность, если уж так говорить. Сейчас на рынке с этими машинами ситуация, знаете, как с любыми автомобилями, которые можно назвать, ну, типа классикой. Хорошие автомобили, прям в хорошем состоянии, последних годов выпуска стоят просто нереальных денег. То есть могут за такой Хаммер, но не прям за такой, а за рестайлинговый, последнего года выпуска, типа как девятого, просить и 3, и 5 миллионов рублей, в случае, если там нет пробега, и он в состоянии вот прям яичка. Но при этом старые американские развалины условно никому не нужны. Их очень тяжело продать. Я как раз-таки говорю о таких машинах, вот типа как вот эта, когда ее покупал Илья. Эта машина, ну, как я уже сказала, стоила меньше миллиона рублей, и в нее пришлось, чтобы сделать ее хорошей, в нее пришлось вложить еще почти лям. Запчасти сейчас дорогие на него, вот ты с чем-то сталкивался? Запчасти дорогие. Вот поворотники, 17,5 тысяч каждый поворотник. 35 тысяч, если не ошибаюсь, стоит ручка багажника, которую я оторвал недавно, и никак мы ее не вернем на место. Она была более-менее нормальная по технике, точнее, только что сделанная. Илья покупал ее с ремонтированной коробкой. Кстати, ремонт коробки обходится где-то от 80 до 100 тысяч рублей. Но внешне машина выглядела как чучело. Основная проблема – это ржавчина. Она была на стыках большинства кузовных элементов, плюс хромули выглядели уже ужасно, они все облезли. И вокруг хромовых элементов были вот такие вот ржавые облачка. К сожалению, это для Хаммера стандартная история, для пожилого Хаммера. Также вот здесь везде тоже была ржавчина. Ее зачищали, убирали, и вот сюда поставили вот такие нештатные пластиковые расширители и вот эти вот нештатные же клыки. Вместе то и это порядка 30 тысяч рублей. Из того, что было сделано нештатно, но хотелось, снаружи это кенгурин и диски красивые, большие, такие злые колеса. 25 тысяч рублей, и колеса вместе с дисками – три сотни. Справились. Балансировку колес еле сделали. В сумму в 10 раз дороже, чем, конечно, она есть. Ну, 18 тысяч. 18 тысяч. Я как знаю, 800 рублей балансировка стоит у нас. Четыре колеса. 18 тысяч. С горем пополам нам сделали балансировку. И несмотря на то, что автомобиль проживает в теплом регионе, для того, чтобы больше не возникало проблем с хромированными элементами, все их покрыли темным раптором. Ну и для брутальности вида, конечно. Когда открываешь Хаммер, если салон родной, смотришь на это и думаешь, господи, ну понятно, что это армейский внедорожник, но H2-то делали уже гражданским. Короче, салон у него родной просто ужасный. Ужасный. Все сделано в кривь и в кость. Мизинчики кое-где могли пролезать. И главное, что куча сверчков. Все какое-то некачественное. Поэтому большинство людей состоятельных, покупающих сейчас Хаммеры, салон переделывают. Точно так же Илья вложил в салон порядка 220 тысяч рублей. Ну, как вы видите, самое первое, что бросается в глаза, это сидение и центральный подлокотник. Он, кстати, здесь вот он огромный. Перешитый плюс логотип. Сама перешивка салона, ну плюс, видите, вставки в дверных картах. Рыжие вставки. Вот здесь вот перетяжка бардачка. Все это вместе обошлось 150 тысяч рублей. Дальше дополнительно покрасили все пластиковые элементы, не только торпеда, но и вот эти, за 45 тысяч. Сборка-разборка еще 20 тысяч рублей. Ну, плюс поставил магнитолу андроидовскую, потому что своя, ну, просто угарная здесь. Считайте, что ее нет. Вот даже главное для меня, самое важное. На твой взгляд, наверх туда идут, на международный уровень, представлять нашу страну самые достойные люди? 50%. Или есть какие-то, опять же, такие игры? Есть такое понятие в спорте, когда тебя ведут. Ты набиваешь себе рекорд. То есть это такой расчет, что в этом расчете ты точно будешь ползти вверх. Да, да, по-любому. И также есть, вот вы говорите, которые представляют нашу страну, есть ребята очень талантливые, которых нет денег. У них нет связи, и они не на месте. Да, как минимум на тренировки, на питание, на амуницию, на перелеты. Если ты тренируешься, а ты не можешь тренироваться тупо в своем городе, ты должен ездить на сборы, сборы нужно оплачивать, там надо жить, надо на что-то есть. Слушай, все эти истории про допинг вообще, они на мировом уровне нас все время полоскают. Это политические игры или они действительно имеют вот собой какую-то основу? Потому что я пыталась сделать видео с целым рядом интересных спортсменов, которых я знаю лично, и их имена у всех на слуху. Но, понимая, о чем мы будем разговаривать, они мне, ну так, знаешь, честно сказали, Леночка, ну давай мы с тобой посидим за кофе, поболтаем, но только, пожалуйста, не включай камеру, ты меня сильно подведешь. Но, естественно, я не стала этого делать. Вот, что вообще происходит? Почему столько вони вокруг этого допинга? Что другие спортсмены в мире чем-то лучше? Ведь для меня это вообще, я в прошлом спортсмен, но я вообще не на том уровне, я КМС по плаванию и по гребле на байдарках. Я понимаю вообще, когда ты живешь и тренируешься без конца, у меня было по две тренировки в день, я вообще света белого не видела, кроме этого. И если ты постоянно вот, ты постоянно на износе, в 16 лет я закончила, между 16 и 17 я закончила тренироваться, потому что я не понимала, а что у меня будет дальше? Ничего вообще не понятно. Спорт гребля вообще не популярный. И дальше вот ты понимаешь, что если у тебя ничего не получилось, что все, ты сидишь просто на попе ровно. А также, если ты готовился, 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 по политическим каким-то причинам, каким-то непонятным играм, ты пролетаешь мимо какого-то важного события, типа на высоком уровне Олимпиады, ты всю, ты жизнь свою просрал. Да, потом опять 4 года ты ждешь своего часа. А в некоторых спортах у них нет этих 4 лет. На этом все закончилось, понимаешь? Вот это все про допинг, это вообще что? Вот про допинг. Так, ну если братья за спортсмена, вы говорите, не захотели, никто не признается за допинг, но нет исключения, кто-то с нашей страны принимает допинг или с какой-то другой страны. В принципе, нагрузки очень тяжелые, и есть ребята, которые дополняют себя. Но я не скажу, что вот именно Россия на допинге, а остальные страны как-то справляются без этого. Я думаю, просто кто-то делает это лучше, качественнее, и организм чистят. К нам просто внимание слишком большое. К России, вообще не только в допинге, да во всем, в многом в Россию пытаются прижать что-то. Знаете, как я скажу, если бы не видели в России конкуренции, никто бы вообще допинг не смотрел никак. Как ты считаешь, вот как бы ты сделал, или как твои спортсмены, вот в случае, если идут мировые соревнования, грядут соревнования мирового уровня, а от России поехать невозможно, ты бы стал выходить под нейтральным флагом? Я бы стал, потому что неважно, какой ты флаг поднимешь, страна, которую ты представляешь, знает. Страна смотрит, люди болеют, люди ждут этого, люди хотят этой победы, хотят этого выступления. Без разницы, какой это вид спорта. В принципе, вот наши спортсмены поедут выступать, нейтральный флаг, но мы же знаем, что это наши спортсмены. Будем за них болеть без разницы, что будет у них, какой логотип будет. Мы-то за них болеем. Если мы не поедем выступать, то да, мы сломались. В этой части нас выиграли, мы прогнулись. Раптор на арках приходится обновлять каждые 2-3 месяца, потому что колеса огромные, кидаются камнями, а владелец любит, чтобы все было красиво, ну и обновляет, просто чтобы выглядело вот как новенькое. Скажи мне, вот у тебя когда-то будет дочь, когда-то будет сын, куда ты их отдашь? В какой спорт? Когда-то, да. Сына я бы отдал с 4-х лет, наверное, на гимнастику и на плавание до лет 14. Тогда он максимально окрепнет, тело будет очень красивое. Дальше в профспорт нет? Не, я бы хотел, чтобы он боролся. Или сам бы любитель. Для себя? Да. Просто для развития физического, да? Дочь я отдал бы, наверное, на художественную гимнастику и на легкую атлетику. Вообще детей, особенно мальчиков, на бьющие виды спорта вообще смысла нет отдавать до 14-15 лет. Зачем? Если, конечно, я рафанат и хочет, что твой сын именно шел в бои, и это его смысл жизни, то, может, да, но я бы так не сделал. Просто потому, что ты знаешь, как это бывает опасно? Не то, что опасно. Ребенка отдавать в таком возрасте, в принципе. Каждый удар по голове – это маленькое сотрясение. Это не нужно ребенку. Диодная оптика здесь, молодой ин, хорошая чина. Так, 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 монтажер, это что-то ты не оттуда поставил. Хотя какая разница? Универсальная оптика, которая ставится на Нилу, на Ренглер, на Гелендваген и на Хаммер, она тоже подходит. Стоит порядка 20 тысяч рублей. И смотрите, здесь противотуманки какие, рукодельные. Вот это вот родной корпус. Но, естественно, в 2004 году на камеру никто диоды не ставил. Поэтому специально вот вырезали, внутрь вставляли, вплавляли диодную оптику, но она, к сожалению, теперь часто потеет. Уже два раза ее владелец менял. Потом ты начинаешь ездить, 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 ты привыкаешь к нему, и тебе особо ничего не хочется. Из джипов, я не знаю, единственное, что я возьму, это Range Rover Vogue, а остальные, или только Хаммер. Нелепейшая машина, уникальная и удивительная в своем роде, но точно так же, как с Теслой, ничто и никогда не давало мне таких же эмоций, как Хаммер H2. Блин, может получить свой кэшбэк от экологии покупкой Хаммера в дополнение к Тесле? Субтитры создавал DimaTorzok